Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Структурные проекты будут способствовать развитию имеющихся возможностей Прикаспийского региона. На конференции министры иностранных дел Прикаспийских государств обсудили результаты работы над проектами отраслевых соглашений в сферах сохранения биоресурсов и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств представили предложение к повестке дня Астраханского саммита и в целом согласовали перечень вопросов, который будет вынесен на рассмотрение президентами Прикаспийских государств. По данным Кастак, казахстанцам не стоит ждать мана небес на деятельности Единого накопительного пенсионного фонда, считает председатель Национального банка Карат Келимбетов. Есть определенные характеристики работы финансовых рынков, и мы постараемся улучшить эффективность, по крайней мере, такие задачи перед нами руководство ставит. Чтобы не обещать, что там по концу года, мы скажем, что было и что стало, сказал Келимбетов в ходе расширенного собрания парламентской фракции партии Нуратан. По его словам, ЕНПФ будет работать лучше частных фондов. ЕНПФ начнет информировать вкладчиков об их пенсионных накоплениях с июля этого года. Интерфакс Казахстан сообщает. В результате ЧП в ночь на 31 марта погибли 5 человек, были подтоплены более 300 домов. Процедура получения гражданства для уралмана в Казахстане существенно упрощена, сообщила министр труда и соцзащиты Тамара Дуседова. Первое. Сейчас выбор региона остается за этническими казахами. Независимо от того, в какой регион прибывает человек, статус уралмана будет присваиваться всем. Второе. Мы снимаем условия доказательности оплатежеспособности. И третье. Сокращен срок для получения гражданства до одного года, сказал Дуисенова на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте страны. За период независимости, начиная с 1991 года, Казахстан принял более 944 тысяч уралманов, пишет Кастак. Правозащитники намерены обратиться к президенту Казахстана с просьбой наложить вето на принятые мажористом парламента уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, гражданский процессуальный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, пишет Кастак. Заявление об ущемлении прав человека в проектах новых редакций правовых кодексов будет направлено в Сенат парламента, в Министерство и ведомство, Совет безопасности и администрацию президента. Если Сенат в ходе рассмотрения проигнорирует наши замечания, мы обратимся к главе государства с просьбой наложить вето на проекты кодексов, заявила президент Международного фонда защиты свободы слова Адилсос Тамара Калеева. Правозащитники обратили внимание на статью о распространении заведомо ложной информации, наказание по которой до 10 лет лишения свободы становится жестче, чем за убийство. О том, что сегодня произошло в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Выявлена преступная группа, которая в период с 2011 по 2012 годы незаконно ввезла на территорию Казахстана 18 грузовых машин. Общая стоимость техники составила более 212 миллионов тенген, но с каждого грузовика не было неуплачено нити и на налога. Как выяснили специалисты, подозреваемые подделали документы на технику. По данному факту сейчас возбуждено 18 уголовных дел. Было установлено 18 фактов ввоза, незаконного ввоза автотранспортных средств, сидельные тягачи. По результатам которого в настоящее время возбуждено 18 уголовных дел. По статье 209 часть 2 пункта Уголовного кодекса Республики Казахстан. Стоимость всех незаконно ввезенных автотранспортных средств составляет более 210 миллионов тенге. Кроме того, ущерб, нанесенный государству в виде неуплаты таможенных платежей и налогов с одного транспортного средства, составляет от 5 до 7,5 миллионов тенге. Интерфакс. Казахстан сообщает. Суд номер 2 октября приговорил к 3 годам лишения свободы гражданина Турции. 29-летний подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В начале января находившийся в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Турции пытался беспричинно пнуть на улице собаку, которую выгуливал прохожий. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой иностранец сначала несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем выхватил из кармана складной нож и нанес ему несколько ударов в живот, грудь, руку и голову. Крупная нефтяная компания, работающая в нашем регионе, может стать банкротом. Речь идет о ТО «Батыс Мунай». Руководство компании считает, что налоговики необоснованно провели проверку. В результате компании нужно заплатить штраф, который исчисляется сотнями миллионов тенге. В ситуации сейчас разбираются эксперты Палаты предпринимателей, которые изучают материалы и намерены не допустить закрытия компании. По результатам проверки компания «Батыс Мунай» ожидала выплата солидного штрафа, пении и доначисленных налогов на сумму свыше 700 миллионов тенге, что в последующем могло поближе с собой банкротство компании. В этой связи эксперты Палаты предпринимателей изучили материалы проверки и пришли к выводу, что указанные доначисления были со стороны налогового департамента неправомерны. В связи с чем Палаты предпринимателей были представлены интересы указанной компании в суде. Жители частного сектора против высотной застройки. Сегодня в редакцию с возмущением обратились жители Юго-Запад-1, проживающие недалеко от обл. ГАИ. Сейчас этот микрорайон, согласно генплану, активно развивается, но при этом интересы тех, кто уже давно проживает в этом районе, не учитываются. Так считают сами жители. Все подробности в следующем материале выпуска. Жители частных домов на Юго-Западе-1, проживающие по улице Куй-Тывар-Ола, выступают против строительства высотных зданий. Многоэтажки утверждают недовольны и в прямом смысле перекроют им кислород. Коттеджи эти люди несколько лет назад строили для спокойной жизни. А сейчас она совсем другая. По соседству уже строятся высотные дома. И вот собираются строить еще новые восемь домов. Миллионные вложения в спокойную жизнь могут не оправдаться. Новые высотки, говорят люди, будут упираться прямо в заборы частного сектора. Вот они начали дом строить. Вот след Ямшана от автопарка. Они вот взяли, хотели оградить. У нас ни дороги нету, ни асфальтированной, ни такой простой дороги. Вот завтра они будут ставить свое ограждение. Мы никуда же не пойдем же. В случае пожара, например, в случае болезни. У нас внучки все ходят в школу, в садик. Как мы будем выходить? Мы все начали прочищать, думаю, дорогу я еще подходил, нам же выезжать как-то надо. А оказывается, здесь не прочищали, они вот прокопали ямками уже под забор. В принципе, расстояние маленькое, мы выехать даже не сможем. Одно, выехал. А здесь ехать ничего, дороги нету. Ни в одну, ни во вторую сторону. Компания Ямшан. Именно ее руководитель ведет стройку, заявляют. Новые дома будут в любом случае. Диалога с руководителем не получилось. В телефонном разговоре он сообщил, что стройка ведется согласно генплану и никакие нормы при строительстве не нарушаются. От более детального общения депутат обл. Маслихата, бизнесмен, отказался. Получить ответы от представителей городского Акимата тоже не представилось возможным. В пресс-службе сообщили, что все ответы на вопросы даст именно руководитель компании-застройщика. Но тот сослался на свою занятость. Для ЗАЦа Киева Сергей Калашников, программа «Факт». 97% полигонов твердобытовых отходов в Казахстане не соответствует санитарным требованиям, заявил накануне министр окружающей среды и водных ресурсов Нуран Капаров. По словам чиновника, только столичная свалка отвечает нормам и европейским стандартам. Сложившуюся ситуацию сегодня прокомментировали в местном департаменте госанапиднадзора. Наша съемочная группа побывала также на полигоне твердобытовых отходов и встретилась с его руководством. Если сотням горожан при виде этого мусорного городка и устоявшегося здесь зловонья становится плохо, то для Солжана Бимагамбетова посещение полигона – привычное дело. Мужчина приезжает сюда несколько раз в день, да не с пустыми руками, а телегами, полными различного хлама. В горах мусора, говорит специалист, то от Азакала можно найти что угодно – ювелирные украшения, добротную одежду и даже деньги. Собираем мусор с контейнеров, выставленных в пригородном и до Шанхая. Считайте, в день несколько рейсов делаем. На хлам нельзя смотреть просто как на хлам. Среди всего этого можно иногда наткнуться на ценные вещи, что только люди не выбрасывают сейчас, а пакеты целлофановые. Их же можно сдавать по 15 тенге за кило. Кордон принимают некоторые заводы по 25 тенге за кило и бутылки. При желании на все можно делать деньги. Актюбинскому полигону, который был сдан в эксплуатацию 7 лет назад, местные чиновники отвели площадь в 60 гектаров. Этого более чем достаточно, говорит его начальник Жахсабек Насамбаев. Проблема в другом – нехватка техники и необустроенность. В настоящее время свалка огорожена проволокой, тогда как вместо прутьев должен быть забор высотой 6 метров. И нет межклеточной дороги – той, что необходимо для передвижения грузовиков между мусорными кучами. А различного хлама здесь хватает. Если в обычные дни машины привозят 500-600 тонн мусора, то в период двухмесячника по саночистке количество доставляемого товара увеличивается в 2, а то и в 3 раза. Городской свалочный полигон имеет 60 гектаров общей площади. Работают здесь два бульдозера, два погрузчика и пожарная техника. Сейчас в день принимаем 500-600 тонн мусора. Акции сейчас по городу двухмесячник идут. Сейчас бесплатно приняли 5800 тонн. Всего в области на сегодняшний день действуют 4 типовых полигона. По результатам прошлогодних проверок на всех выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. Это отсутствие спецодежды у работников и несвоевременное прохождение медицинского осмотра. То Ак-Тюбе Тазахала, то инфракром Казмет. И неудовлетворительное состояние прилегающей территории. Также отсутствие подводки холодной воды в моечном отделении для мойки контейнеров. Это Ак-Тазалах. По результатам проверок на ответственных лиц наложены штрафы на общую сумму 26 тысяч тенге. Айсул Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт». В этом году впервые участникам Великой Отечественной войны будут выплачены денежные компенсации. В Ак-Тюбе эта сумма составляет 100 тысяч тенге на одного человека. Всего в регионе проживает 162 участника Отечественной войны. Тема продолжит Алиса Маринец. Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Отечественной войны – это новшество этого года. До этого для стариков вводились определенные льготы. Причем для каждого региона Казахстана свои. Например, в Ак-Тюбинской области ветераны войны были полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг. Однако в прошлом году по постановлению правительства льготная система была отменена. Решили вводить единый стандарт для всех регионов. Денежную компенсацию. Для актюбинских ветеранов она составит 100 тысяч тенге. Как объясняют в Сабесе, именно эту сумму определили депутаты Ак-Тюбинского маслехата, исходя из возможностей бюджета. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех наших дорогих ветеранов, всех, кто внес свой вклад в победу, всех, кто способствовал нашей спокойной мирной жизни, поздравить с наступающим великим праздником, пожелать им здоровья, долголетия, благополучия. Всего самого хорошего. Всего в регионе проживает 162 участника Великой Отечественной войны. Как говорят в городском отделе занятости и социальных программ, деньги на их счета уже поступили. Получить их можно с завтрашнего дня. Помимо их денежные выплаты получат и другие категории граждан, приравненных к участникам войны. Выплаты для них составят от 30 тысяч до 10 тысяч тенге. Вдовы умерших и погибших в войнах у нас получат 30 тысяч тенге. Лица, награжденные медалью за доблестный труд года войны, получат у нас 30 тысяч тенге. Лица, проработавшие 6 месяцев в годы войны, получат 10 тысяч тенге. Всего на эти цели из местного бюджета выделено 150 миллионов тенге. В общей сложности этим видом социальной помощи будут охвачены более 8 тысяч актюбинцев. Алиса Маринец, Марат Акажанов, программа «Фак». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.